Приветствую вас. Нет, ваша ориентация это не проблема. Проблема она является только для вас и только в силу ваших убеждений и ваших стереотипов. То есть только то, что вы себе это не принимаете, только то, что у вас вот есть комплексы и есть следование этим стереотипам, которые есть в нашем обществе, ну в частности вот в российском, в российском обществе, да? Вот, в частности именно это мама и мечта в данном случае, то есть это проблема. Ну, самый простой вариант решения проблемы мне видеться такой, чтобы вы переехали в Европу, если у вас есть возможность. Но вот в Европе с этим никаких проблем нет, там ничего скрывать не нужно. И я думаю, что там вы очень быстро поймёте, что то, что вы чувствуете, это нормально, никто никому ничего не должен и не обязан, да? Вот. Если возможности переехать в Европу нет, ну, по ряду причин, то в таком случае я предлагаю, ну, вот над этими аспектами, да, с которыми я сейчас разберу поработать. Значит, первое, что мне хочется сказать, то, что у вас явно какое-то предупреждение к мужчинам. То есть, вам могут нравиться девочки, это абсолютно без всяких, без каких-либо проблем. Нравится вам девочка, это здорово. Но, при этом, вы совершенно спокойно воспринимаете мужчин. То есть, не должно быть каких-то проблем в восприятии мужчин. Понимаете? Если проблема в восприятии мужчин есть у вас, а не очевидно у вас нет, то это представляет сложности. То есть, как бы, по ряду причин вы мужчин обесцениваете. Вот. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему вы обесцениваете мужчин. Я не знаю, по какой причине вы это делаете. То есть, тут либо проблемы с отцом, либо какие-то травмы. Ну, в детстве, опять же. Либо это следствие того, что у вас вообще не было отца, а мама воспитывала вас в той, ну, в той идее, да, что, значит, что мужчина это плохо, что мужчина это опасно, что мужчина это всё же такое грязное. Ну, по-разному было. То есть, вам не нужно искать в мужчинах какую-то вид недостатки. То есть, вот, природа недостатков, которую вы ищете в мужчинах, она мне кажется очень важной. То есть, я хочу сказать, что есть у вас причины, да, для того, чтобы искать в мужчинах недостатки. Это проблема. Это проблема. Знаете? Проблема, что все ваши отношения завершаются. Даже если вам хорошо в этих отношениях, они всё равно завершаются. Знаете? То есть, вы не можете отношения удержать. Вы не можете в них находиться в течение длительного времени. Не важно с кем вы. С мужчиной, с женщиной. Главное, что вы не можете это сделать. Вот в чем, в чем основная трудность. Вот в чем, в чем основная проблема. Страх и близость возможны. Ну, эмоциональные близости. Вот. Дальше. Начнем. Так. Сейчас на 15 лет. А впервые я почувствовал увлечение к девочке. Ну, соответственно, естественно, может быть очень разное все, да, то есть, может быть просто интересное, может быть желание экспериментировать, может быть реакция на что-то еще. То есть, какие-то события в жизни. Вот. После этого стремилась завязать отношения с парнями. И только 20 годам это случилось. Не могу сказать, что это была любовь. Так. А для чего вы старались завязать отношения с парнями? Зачем? Не могу сказать, что это была любовь. Скорее, привязанность. А может какая-то симпатия, привычка. Привязанность в чем? Привычка к чему? Если симпатия, то как проявлялась? Эти отношения закончились довольно болезненно, так как было и обидно. Обидно, от чего, Анна, вы ничего не пишете про обиду? И первые отношения, и что? А почему так поздно к 20 годам, а что не получалось у вас до этого времени? Так, я понимал, что будущего с этим человеком не вижу. А что вы вкладываете в понятие будущее, Анна? Ну вот, эээ, серьезно, вот какое у вас, эээ, понимание будущего? То есть, вот, вы говорите, да, что, эээ, будущее, вы, вы не видите будущего. А что за будущее? То есть, как это будущее реализовано должно быть по вашему мнению? То есть, я, в принципе, ну, согласен, эээ, с тем, эээ, что, люди должны, эээ, смотреть, да? Ну, будешь вперед. А, я думаю, что, люди, людей действительно должно, эээ, что-то связывать. Вот. Понимаете? Какая история. Но я также считаю, что люди, эээ, не могут играть роль, а, собственно, будущего, как такового. То есть, то есть, будущее есть у вас. Будущего нет, эээ, вместе с кем-то. Сем, семья, дети, вот эта вся история, да, не может быть самоцелью. Никак. Не должно такого быть. Не должно быть самоцелью ни семья, ни дети. Понимаете? Вот. Это важно. Опять же. То есть, какое будущее вы не видите, какого будущего с человеком вы хотите. Вот. Для чего вы их вообще выстраиваете отношения с людьми тогда? Да. Ради чего? Если, ну, всё равно, будущего нет, да, и, как бы, ну, и смысл тогда. Вот. То есть, если вы говорите про такую историю, как симпатия, например, например, если вы говорите про такую историю, как симпатия, то симпатия, это должно быть, должно быть проявление, по сути. Понимаете? То есть, ну, это именно проявление симпатии. Это проявление, эээ, ну, чёрт. А у вас я не вижу, не вижу проявление этого. Я вижу у вас только потребности. Понимаете? Вот. Так что, я думаю, я думаю, тут, ну, можно поисследовать это, ну, более пристально. Так. Дальше, эм, значит, потом три года я была одна, особо никому не тянула. Потом появились отношения с девочкой, с девочкой, которая, как бы, противостояла, противостояла. Так как, тогда ещё сделал убеждение, что такие отношения к чему не приводят, я должна быть спатьным. Кому, кому должны. Ага. И вообще, как это происходило? Да? То есть, эээ, интересный момент, по сути. Ага, значит, эээ, вы не хотели отношений, да? Получается, эээ, с девочкой, но эээ, всё равно, всё равно, всё равно, вы как-то с ними ээээ, в эти отношения, эээ, вступили. Вот. То есть, непонятно. Непонятно. Как, как вы, ээээ, значит, выстраивали вообще эти отношения? Да, дальше. К сожалению, эти отношения закончились. Почему? Из-за чего? Давайте разберём все причины, с которыми у вас заканчивались отношения. Ага. После этого я пытался общаться с парнями, но, в каждом из них находилось какие-то недостаточки, перспектива отношений исчезла. А почему вы не принимаете парнях недостаточки? Потому что недостаточки – это нормально. Или вы искали идеального? А зачем? Идеального парня искали для чего? С какой целью? Вы действительно верите в то, что есть идеальная мужчина? Или, может быть, вы в себе что-то не принимаете. В себе не принимаете свой недостаток. Например, вот, по поводу ориентации. И переносите это на другого человека. Дальше. Значит, потом я захотела просто секса. Так, с девочкой без особых обязательств в отношении разочарования никогда не хотелось. Скажите, а почему вы боитесь разочарований? То есть, вот боли. Почему вы боитесь? Так, за несколько месяцев я познакомился с девочкой. Сначала думал, что это дружба, потом произошло более серьёзное. Мне было настолько хорошо, что я начал представлять себе дальнейшую жизнь с ней. Но этим отношением стояло было окончиться из-за чего? Значит, почему? Что вы представляли себе в качестве дальнейшей жизни с ней? Почему вы начали это делать? Какой была эта жизнь? Чего вы хотели? Как вы чувствовали себя в этих фантазиях? Сейчас я нахожусь в отношениях с девочкой. Я понимаю, что парни меня не тянет и разочаровалась я в них. А чего ожидали от парней? Оно. Вот конкретно, чего вы ожидали от парней? Что вам надо? Что вам нужно? Могут ли они вам это дать? То есть, вы понимаете? Одно время, если вы одно делаете, вы просто говорите, что вот есть парни, они хорошие, но я выбираю девочек. Другое делается говорить, что я в парнях разочаровался. То есть, это как бы защита, получается, по факту. По факту вы просто защищаетесь от разочарований в мужчинах. Я понимаю, что нужны у нас нормальные и традиционные отношения. Кому нужны? Но я не вижу себя в них. Что значит не видеть? Как это вот? Что значит не видеть? Вы не видите себя женщиной? Вы не видите в себе возможность принять другого человека и вам возможность что-то делать для него? Я не верю. Вот. И понимаю, что строить долгосрочные отношения с девочкой сложно. Чем? Есть пара девочка-девочка, и вы прекрасно знаете, что с такой парой есть. Не сложно, если есть принятие себя и принятие другого. Понимаете? Потому что всем надо объяснять или скрывать. Не надо никому ничего объяснять и скрывать ничего не надо. Кому надо, те поймут, кому никому не надо, те не поймут и так, и так. Видите? То есть у вас есть определенные комплексы. Вот. На девочек меня в любом случае тянет больше, чем на парни. Но понимаете, вот это тянет, меня, если честно, немного смешало. То есть что значит тянет? Знаете? Ну тянет это тяга какая-то. Понимаете? Что тяга это что? Это потребность. Вот. Вот. Понимаете? Это просто потребность. А потребность она всегда, ну в чем-то. Понимаете? Вот. Это всегда потребность именно в чем-то конкретно. А потребность это ваша, ну ваша потребность. И ее нужно раскрыть. Что это за потребность. Понимаете? То есть нужно понять, что конкретно это за потребность. Что вы хотите. Для себя. Шанов. И это нужно решить, чтобы вы ориентировались не на то, что вас тянет к кому-кому-то. Или не тянет. Вот. А чтобы вы именно хотели, понимаете? Чтобы вы именно хотели делать что-то для другого человека. Чтобы у вас было желание. Чтобы вы принимали, принимали себя. Вот. Чтобы вы принимали других. Чтобы у вас не было разочарование в ком-либо. Не важно кто это мужчина или девочка. Понимаете? И вот только, только тогда вы сможете устраивать отношения. любые. С кем угодно. То есть когда у вас будет свободный выбор. Только. А пока выбора нет. Ну вы будете мучиться. Вот и все. И ваш вопрос. Да, в общем запутался. И не знаю куда двигаться. Куда двигаться, чтобы что? Запутались в чем? В чем? Да. Одно. Вот. Вы пишите. И моя ориентация. Это проблема? Нет. Это не проблема. Зачастую любая проблема кроется только у нас в голове. В результате деструктивных установок. Которые у нас есть. И все. Не больше, не меньше. Так что смотрите. Смотрите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так что в следующий день. Продолжение следует...